С наступлением ночи лягушки заканчивают охоту и отдыхают. Но сегодня лягушку пасет один хищник. И лягушка учуяла опасность. Наконец охотник себя обнаруживает. Это жук, жужелица Эпомис негриканс, длиной всего 20 мм. Эта жужелица имеет желтую каемку по краю своего тела. Это ночное насекомое, которое днем прячется под сгнившими листьями и камнями, а перемещается исключительно ночью. Такое трудно себе представить. Но эта жужелица питается лягушками. Жук Эпомис негриканс – охотник, специализирующийся на таких земноводных, как лягушки и жабы. Как же это крохотное насекомое охотится на гораздо более крупных животных, чем оно само? Когда жук впивается в лягушку, в течение нескольких минут он сосредотачивает свою атаку на ее спине. Он поражает ее нервную систему и мышцы лапок. Этот охотник прекрасно знает, где у лягушки ее ахиллесова пята. Когда лягушка не может двигаться, она быстро погибает. С наступлением ночи лягушка из хищницы превращается в жертву. Каковы внешние характеристики наземного жука Эпомис негриканс, позволяющие ему охотиться на лягушек? Во-первых, это его длинные и быстрые, как молния, лапки. Во-вторых, острые, как бритва жвак. Это главное оружие жужелицы. Оно настолько смертоносно, что жук может за один раз перекусить крепкие мышцы лапки лягушки. Поймав свою добычу, жужелица разрезает плоть жертвы на кусочки, которые может потом проглотить. Позже она съедает столько плоти лягушки, что на спине жертвы появляется зияющая дыра. И все потому, что ловля лягушек – нелегкая работенка. Иногда она может спариться с представителем противоположного пола, привлеченным запахом мяса. К пиршеству присоединяются и другие особи. Вскоре даже скелет исчезнет без следа. В мире насекомых многие вещи остаются за пределами человеческого понимания и интеллекта. Из земли выползает личинка. Это впервые увидевший дневной свет насекомая личинка жужелицы Эпомис негриканс. Она крохотная, ее длина всего 4 мм. Но она обладает теми же инстинктами хищника, что и ее более зрелые родственники. Даже личинки жужелицы инстинктивно устремляются за лягушками. Порой это насекомое принимает вызов, который кажется ей не по силам. Оно подбирается к лягушке и впивается в ее лапку. Как и взрослые жуки, впившаяся в свою жертву личинка уже ее не отпустит. У нее острые, крючкообразные жвала. Это поистине дитя устрашающей жужелицы. Личинка впивается в лапку или грудной отдел лягушки и питается ее телесными жидкостями. Прежде чем стать имагу, она должна пройти через три линьки. И потом она снова будет охотиться на земноводных, которые в несколько раз больше ее по размеру. Несмотря на крохотный размер насекомых к ним...